Главу Чечни Рамзана Кадырова могли вести в состоянии искусственной комы в одной из московских клиник. Причина – отторжение пересаженной почки, которая началась несколько дней назад. Такой информацией в Твиттер поделился бывший вице-президент российской нефтяной компании «Юкос» Леонид Невзлин. По его данным, почку Кадырову могли пересадить в Объединенных Арабских Эмиратах местные врачи, которые уже не менее года полутора лечили пособника Путина. Его ввели в искусственную кому. Далее, не могу гарантировать, врачи в Центральной клинической больнице констатировали умирание мозга. И вызвали срочно врачей из Эмиратов. Они там уже колдуют над ним. Невзлин не исключает, что это может быть как игра в смерть в интересах Кремля, так и реальная смерть Кадырова. Напомним информацию о том, что глава Чечни Рамзан Кадыров находится в тяжелом состоянии в больнице, несколько дней назад начали сообщать СМИ. Чеченский оппозиционер Абубакар Янгулбаев 17 сентября в своем телеграмм написал, что Кадыров умер. Однако вчера, 19 сентября, представитель главного управления разведки Украины Андрей Юсов сообщил, что Кадыров находится в тяжелом состоянии и его возможная смерть станет проблемой для Москвы. Украина и США на финишной прямой в вопросе о поставках дальнобойных Атакамс об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN и отметил, если ракеты не будут предоставлены, это приведет к потерям на поле боя в Украине. Президент подчеркнул, что Украина не хочет, чтобы Атакамс были нацелены на Россию, но стремится сохранить боевые возможности. Он также напомнил о необходимости большого количества систем противовоздушной обороны, в частности, американской системы ПВО Патриот, для защиты мирных жителей в Украине. Министр обороны США Луид Осин на открытии заседания контактной группы по вопросам обороны Украины, известной как Формат Рамштайн, заявил, что Украина вскоре получит от США танки М1 Абрамс. Во вторник, 19 сентября, президент Украины Владимир Зеленский выступил на Генеральной ассамблее ООН. Он призвал союзников не вести с Россией никаких переговоров, поскольку Кремлю нельзя доверять. Президент заявил, что мир сегодня находится на грани ядерной войны и что Россия пытается использовать дефицит продовольствия на мирном рынке в качестве оружия в обмен на признание оккупации захваченных территорий Украины. До этого президент Украины провел встречу с генеральным секретарем ООН Антонио Гутеррешем. Они обсудили перспективы возобновления работы Черноморской зерновой инициативы. Также украинский лидер поблагодарил Антонио Гутерреша за поддержку усилий Украины по обеспечению стабильности продовольственных рынков и экспорта. Владимир Зеленский встретился с президентом Евросовета Шарлем Мишелем и премьером Израиля Беньямином Нетаньяху. Карабах прекращает огонь и складывает оружие. Азербайджан заканчивает антитеррористические мероприятия. Как сообщает Унян, 20 сентября будут разоружены и расформированы оставшиеся подразделения и военнослужащие Армении. Они выйдут с территории вместе с тяжелой техникой. 21 сентября запланирована встреча в Евлахе с представителями армянского населения Карабаха для обсуждения вопросов реинтеграции. За сутки армия непризнанной республики потеряла в боях почти половину своих вооруженных сил, а у войск закончились боеприпасы. Также Минобороны Азербайджана отметили, они предоставят коридор для эвакуации жителей. Как сообщает BBC, ссылаясь на Минобороны России, из Карабаха эвакуировались более 2000 мирных жителей. Армяне Нагорного Карабаха теоретически могут жить под управлением Азербайджана, но диалог должен быть налажен, заявил заместитель министра иностранных дел Армении Ван Констаньян, передает Reuters. 19 сентября Азербайджан начал антитеррористические мероприятия в Нагорном Карабахе для восстановления конституционного строя. На аэродроме Чкаловский в Подмосковье неизвестные диверсанты взорвали два самолета и вертолет. Об этом сообщает Главное управление разведки Украины. По данным ведомства, группа Следственного комитета РФ расследует диверсию, которая произошла 18 сентября. Неизвестными лицами на аэродроме, который тщательно охраняется, была заложена взрывчатка и подорваны самолеты Ан-148 и Ил-20. Оба относятся к 354-му авиаполку специального назначения, а также вертолет Ми-28Н. Происшествие вызвало нешуточную истерику в высших военных коридорах. На аэродроме базируются правительственные самолеты и специальные самолеты-разведчики. Кроме того, российский истребитель Су-34 разбился утром 20 сентября в Воронежской области. Как сообщает телеграм-канал база, предварительной причиной катастрофы стал отказ левой стойки шасси истребителя. Экипаж самолета катапультировался. Утром 20 сентября в российском Сочи произошел сильный пожар. Недалеко от аэропорта в Адлере пылала нефтебаза. По данным российских СМИ, причиной воспламенения резервуара с дизельным топливом стала атака беспилотника. Дрон Камикадзе якобы врезался в нефтебазу. Площадь возгорания составила около 100 квадратных метров. Причины инцидента пока неизвестны. Однако очевидцы заявляют, что до начала пожара слышали звук, напоминающий взрыв. Напомним, 17 сентября россияне жаловали, что неизвестные беспилотники атаковали нефтебазу в Орле, а там вспыхнул мощный пожар. Во временно оккупированном Крыму снова горячо. Как сообщает УНИАН, ссылаясь на информацию от местных жителей, в районе Федюхиных высот Севастополя слышали взрывы, после которых заметили дым в небе. Также хлопки слышали в Бахчисарайском районе, а в пабликах сообщают о пролете каких-то ракет. Как сообщает оккупационный губернатор Севастополя Михаил Развожаев, якобы в результате работы средств ПВО в Верхнесадово, Микаче, по предварительным данным, упали сбитые БПЛА. Местные телеграм-каналы сообщают о прилете по российской воинской части в районе села Верхнесадово под Севастополем. Там поднялся дым. Представитель ГУР Андрей Юсов в комментарии Бабелю подтвердил ракетную атаку по местам дислокации российской техники в оккупированном Крыму. Более подробную информацию о последствиях ударов обещают скоро обнародовать. В африканском Судане атаковали боевиков сил быстрой поддержки, которых поддерживает российская ЧВК «Вагнер». За серией ударов по ним могут стоять украинские спецслужбы, пишет CNN. Отметим, что Украина никак не комментировала события в Африке. По данным CNN, серия взрывов произошла вблизи столицы Судана Хартума. На кадрах видно, как с помощью ударных БПЛА были поражены автомобили боевиков. Шесть ударов дронами были нанесены по пикапам, двигавшимся по мосту Шамбат. Бусть от других дронов поразили припаркованные транспортные средства, здания и вооруженных людей в Амдурмане и западном пригороде Амбада. Как сообщает руководитель проекта по гуманитарному разоружению Нидерландской миротворческой организации ПАКС Вимс Вейненбург, «Такие беспилотные летательные аппараты ФПВ видят на африканском континенте впервые». Стоит отметить, удары были нанесены через два дня после того, как вагнеровцы доставили крупную партию оружия в Судан. Тем временем в России назревает новый мятеж. Украина следит за этим процессом. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. 18 сентября в эфире национального телемарафона. «Я думаю, что это уже будет не поход». Кроме того, Данилов спрогнозировал распад России в недалёком будущем. «Россия вынуждена будет фрагментироваться, и это произойдёт обязательно при нашей жизни. И никакая сила остановить это не сможет, потому что это исторический процесс». Также Данилов отметил, что российские олигархические группы, которые жили своей собственной жизнью после безумного решения Путина о полномасштабном вторжении в Украину, должны забыть о спокойствии. Польша отменила встречу Владимира Зеленского и Анжея Дудена Геннесса Блея ООН. Как сообщил польский лидер, это произошло из-за перенесения времени его выступления. Встреча была знаковой в контексте конфликтов, возникших между Польшей и Украиной в связи с односторонним продлением правительством в Варшаве эмбарга на украинское зерно. При этом Анжей Дуда не исключил, что встреча состоится позже. В то же время на своём выступлении в Нью-Йорке польский лидер заявил, что Польша хочет максимально помочь Украине, но должна отстаивать свои интересы. Его слова цитирует Радио Свобода, ссылаясь на польское радио. Украина подвергается нападению России. Она, безусловно, находится в очень сложной ситуации. Она хватается за всё, что может. Можно ли к ней иметь за это претензии? Ну, конечно, можно. Можно ли нам действовать, чтобы защитить себя от того, чтобы тонущий нанёс нам вред? Конечно, мы должны действовать, чтобы защитить себя от того, чтобы утопающий причинил нам вред. Ибо если утопающий нанесёт нам вред и утопит нас, он останется без помощи. Запрет на ввоз украинского зерна Польша ввела ещё в апреле этого года. Вскоре она его продлила. Министры ряда стран поддержали решение Еврокомиссии от 15 сентября не продлевать ограничения на импорт украинской сельскохозяйственной продукции и заявили о солидарности с Украиной. Однако Польша, Венгрия и Словакия заявили, что вводя собственные ограничения, они действуют в интересах своих экономик. В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на генансаблее ООН отметил, что некоторые европейские партнёры действуют заодно с Россией. «Очень плохо, что некоторые наши друзья в Европе разыгрывают солидарность в политическом театре, делая из зерна триллер. Но тем самым они помогают подготовить сцену для московского актёра». В Министерстве экономики Украины сообщили, что Украина подала иски во Всемирную торговую организацию против Польши, Словакии и Венгрии. Украинская сторона считает, что односторонние действия стран-членов Евросоюза в сфере торговли недопустимы. Субтитры создавал DimaTorzok